МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждая история – это чья-то идея. Что мы покажем сегодня, зависит от автора, который прислал свою идею и снялся в нашем сериале. Привет, я Георгий, живу в Ханты-Мансийске. Эту серию я написал для тех, кому нужна поддержка. Ставьте лайки, если вам понравилась моя история. Поймал. Ну-ка, что у нас тут? Все понятно. Тема очень актуальная на данный момент. Молчать нельзя. Говори. Есть у меня друг, над которым в школе все прикалывают, постоянно провоцируют, могут выкинуть портфель из кабинета, спрятать куртку, угрожают и троллят в интернете. Он всегда молчит и никому об этом не рассказывает. Ходит грустный, ни с кем не разговаривает. Часто нервничает и стал агрессивным. Надо ему помочь. Вчера заходит в класс, а под глазом синяк. Говорит, на тренировки получил, на секцию бокса записался. И по неопытности пропустил удар. Я сразу понял, что здесь что-то не так. Темнит, недоговаривает. На самом деле, это ребята из параллельного класса. После в школы встретили. Произошла потасовка. В результате фингал. Он один, а их трое тоже мне герои. Самый настоящий буллинг. А Васька теперь реально решил записаться на бот, чтобы суметь постоять за себя. Это хорошо для самооценки. А дальше в моем сценарии про то, почему молчать нельзя. Надо громко озвучить эту проблему. Ведь те, кто на вас нападает, думают, что это пройдет безнаказанно. И станут еще наглее. Если ты думаешь, что тебя назовут нитиком, ты не прав. Ты смелый. Ты крутой. И потом, разве тебе важно мнение тех, кто тебя буллит, а не силен до тех пор, пока ты позволяешь им это? Я убедил друга рассказать взрослым эту проблему. Сначала родителям, а потом учителю. А потом мы выступили на школьном совете. Буллеры сидели и краснили, как помидоры. И даже плакали. А позади сидели их родители. Главное не молчать. Не закрывать глаза и не думать, что тебя это не коснется. В итоге Василий понял, что заниматься боксом это круто. Но буллеров можно остановить и другими способами. Например, обесценить их крутость. Сделайте репост, чтобы помочь тем ребятам, которые подвергаются травле и бойкотам. В итоге не важно, где ты живешь и есть ли у тебя опыт. Важно, что ты очень хочешь сняться в сериале. Напиши нам, мы приедем. И в итоге ты снимешься. И в итоге не важно, есть ли у тебя опыт писателя. Важно, что у тебя есть идея. И в итоге мы поможем тебе написать следующую серию.